Здравствуйте! С вами Сергей Кузовков. Вы смотрите программу «Наш спорт». В Красноярске стартовал сезон регби. Об этом центральный сюжет нашего выпуска. Поговорим также о футболе, баскетболе и турнире по агрессивным роликам. Итак, смотрите в этой программе. Краснояр и Енисея СТМ открыли новый регбийный сезон. В первом домашнем дерби соперники разыграли кубок Юрия Николаева и путевку во второй по значимости Еврокубок Челлендж Кап. Кто идет дальше? Волейболистские Енисея боролись за бронзовые медали чемпионата России. Соперником стала «Уралочка» во главе со знаменитым тренером Николаем Карполем. Как закончились матчи в Красноярске? Футбольный Енисей сыграл с принципиальным соперником Томской Томью. Смогли ли подопечные Дмитрия Оленичева взять три очка у соперника? И почему эту игру болельщики окрестили валидольной? Краснояр против Енисея СТМ. Левый берег против правого. Что может быть сегодня интереснее в российском регби? Итак, в минувшие выходные в Красноярске состоялось открытие нового сезона. В рамках ответного полуфинального поединка континентального счета сошлись принципиальные соперники. Напомню, что в первом матче, который состоялся в Краснодаре, победу одержал действующий чемпион страны Енисея СТМ. А потому Красному Яру уже в ответном поединке было необходимо ликвидировать отставание в 25 очков. На поле идет ожесточенная борьба. Соперники не жалеют друг друга. Поддержать команды на стадион пришли более двух тысяч болельщиков. Все-таки соскучились в городе по игре в овальный мяч. В этот субботний вечер в Красноярске установилась почти настоящая регбийная погода. Пасмурно, сильный ветер. Разве что проливного дождя не хватило. На регби не впервые. Уже раз в четвертый прихожу. Но сегодня такая захватывающая борьба идет. Соперники пытаются не уступить друг другу. Но мы свое предпочтение отдаем Красному Яру. Так что пришли поддержать эту команду. Победитель этого двухматчевого противостояния получит не только путевку во второй по значимости Евротурнир, но и вот этот почетный трофей – Кубок Юрия Николаева, который был учрежден в 2016 году. Пока же действующим обладателем этого трофея является команда с правого берега, о чем свидетельствуют вот эти две таблички, нанесенные на Кубок. В 2016 и 2017 году именно Енисей СТМ выигрывал Кубок Юрия Николаева. Симпатии болельщиков традиционно разделились примерно пополам. Как и ожидалось, хозяева начали матч более активно. Ведь это им нужно было отыгрывать отставание в 25 очков. И белозеленые были близки к тому, чтобы открыть счет уже в дебюте встречи. Однако Енисей четко держал оборону и отлично использовал собственные моменты. К середине первого тайма тяжелая машина повела 10-0. Немногим ранее произошел один из ключевых моментов игры. Два лидера Яра поочередно получают серьезные травмы и выбывают до конца поединка. Причем оба даже не могут покинуть поле самостоятельно. У Олега Перепелицы сотрясение мозга, у Лаши Малагурадзе травма голеностопа. Грузинский легионер, впрочем, остается поддержать своих партнеров, но уже с трибуны и на костылях. Любопытно, что травмы лидеров Красного Яра команду только завели по-настоящему. А чемпион страны, похоже, наоборот, расслабился. Ребята, такое ощущение, что в головах уже все, 10-0, два ведущих игрока. И потихоньку сами, сами там, ап-ляп-ляп-ляп и все. А соперник начал набирать обороты, почувствовал несколько удачных действий и все, и окрелился, и поехал. А началось все с попытки Владимира Чабана, который пронесся по флангу и положил мяч в зачетном поле команды Ениси СТМ. Реализации же после травмы основного бьющего Лаши Малагурадзе вызвался исполнять его соотечественник Сосо Матиашвили. Новичок команды отлично справлялся со своей задачей, став в итоге одним из лучших игроков встречи. Игра была хорошая, правда. Открытая игра. Мяч держали хорошо. Мы, Красный Яр, хорошие игры. Просто в последний момент опускали ошибки, и из-за этого мы пропустили попытки. Любопытно, но в первом тайме Енисей проиграл практически все свои коридоры, а Красный Яр практически все схватки. Тем не менее, хозяева поля к концу первого тайма не только сократили отставание, но и вышли вовсе вперед. Был отрезок, когда Яр ввел 16 очков и был близок к тому, чтобы взять верх над соперником по сумме двух матчей. Однако собственные ошибки, в том числе и на последней минуте добавленного времени, лишили Красный Яр не только выхода в Кубок Вызова, но и победы в ответ на матчи. 27-26 победы действующих чемпионов страны. Енисей стейм берет Кубок Николаева и идет дальше. В первую очередь побеждать всегда приятно, особенно такие камбэки вообще в памяти остаются. Я хочу сказать благодарность всем ребятам. Они отлично выложились сегодня, смогли преодолеть психологический барьер, проигрывая матч. Всем спасибо, спасибо всему стаффу и зрителям за поддержку. Конечно, это очень обидное поражение. Сейчас в раздевалке была такая опустошенность, тишина. Конечно, ребята отдавались полностью на поле. Я думаю, что это все, кто сегодня присутствовал на игре, это видели. Огромное спасибо болельщикам, которые пришли поддержать, которые не замолкали ни на секунду в течение игры. Итак, отличный матч в исполнении обеих команд. Енисей стейм представит Россию в следующем розыгрыше Кубка Вызова, который начнется уже этой осенью. Ну а совсем скоро стартует чемпионат России, в котором сегодняшние соперники сойдутся друг с другом как минимум четыре раза. Женский волейбольный Енисей на минувшей неделе играл за бронзовые медали чемпионата России. Наши девушки встречали в серии за третье место с командой «Уралочка» из Нижнего Тагила. Смогли ли красноярские волейболистки повторить свой прошлогодний успех или позволили подопечным знаменитого тренера Николая Карполя взять реванш? Подробности в следующем сюжете. Серию за бронзовые медали соперники открыли в Красноярске. У Енисей наконец-то полностью восстановилась капитан Мария Фролова, которой очень не хватало команде в последние несколько месяцев. У наших девушек настрой на победу в этот вечер был просто запредельный. Хозяйская команда отдала сопернику лишь вторую партию. Противникам не помогали ни многочисленные паузы, ни тайм-ауты, ни самый известный тренерский рык в исполнении легендарного Николая Карполя. Да-да, того самого, самого титулованного волейбольного тренера страны. В итоге 3-1 виктория красноярской команды в первом матче серии за бронзу. А вот во втором поединке Енисей как будто подменили. Огромное количество брака как в защите, так и в нападении предопределило исход игры в пользу Уралочки. Хотя все вроде начиналось для наших совсем неплохо. Фролова и компания быстро ушли в пятиочковый отрыв. Но к середине первого сета что-то пошло не так. Команда Карполя преобразилась и полностью перехватила инициативу, выиграв две партии подряд. Сам наставник такому преображению в игре дал свое логическое объяснение. Сегодня четвертый день нашего пребывания здесь. Провалы при акклиматизации на третий, пятый, седьмой. Сегодня был четвертый день. Мы вчера были в яме. Сегодня мы лучше восстановились, лучше смогли играть. У гостей блестяще смотрелись Ксения Порубец и вернувшаяся из аренды с Сахалина красавица Валерия Сафонова. Звезда инстаграма, которую еще называют принцессой российского волейбола, на площадке смотрелась отлично и в игровом плане. Много отрабатывала в защите, атаковала больше всех, набрав в итоге 11 результативных баллов. Ну а сама Уралочка этот матч довела до победы 3-1, отдав в Красноярком всего лишь третью партию. Выиграли, да, сегодня. Это просто для нас очень хороший подарок сегодня был. Такая команда очень хорошая. Проиграли по всем статьям, по всем элементам проиграли просто. Начиная с первой партии провалили полностью прием, не дали подачу. При счете 1-1 в серии до трех побед соперники перебрались в Нижний Тагил. Субботний матч номер три в этом противостоянии стал бенефисом все той же Ксении Порубец. Лидер Уралочки набрала 30 очков, а ее команда выиграла 3-1 и повела в серии. В воскресенье соперники встретились вновь, и здесь Енисей уже не имел права на ошибку, но, к сожалению, сделал ее. Уралочка при бешеной поддержке собственных болельщиков выигрывает матч и делает отличный подарок своему наставнику Николаю Карполю, которому 1 мая исполнится 80 лет. Ну а красноярская команда завершает свои выступления в чемпионате на четвертом месте. Перед матчем с Томми у красноярскому Енисею осталось провести в первенстве ФНЛ всего пять игр, и оступаться команде Дмитрия Оленичева сейчас категорически нельзя. Ведь любая сечка может отбросить сибиряков даже не на вторую, а на третью строчку, которая не дает права прямого выхода в пример лигу. Игру с Томми наши болельщики ждали давно, окрестив ее сибирским дерби, а потому и трибуны крытого манежа, естественно, заполнили под завязку. Ждали и голов от сербского легионера Марка Абрадовича, который в начале года сделал два голевых дубля, а потом попросту перестал забивать. Играл, конечно, полезно, хорошо пасовал, открывался, боролся за мяч, но голы куда-то ушли. А вот в поединке с Томми Марка прорвала, и вновь дубль. В конце первого тайма следует диагональ в штрафную, и серб четко в касание отправляет мяч прямо в домик к вратарю. Едва начался второй тайм, как Абрадович удвоил преимущество сибиряков. Серб не стал ждать свиска, когда его партнера сбили в штрафной, и просто добил отскочивший к нему мяч в сетку ворот Томми. Ну а третий хозяйский гол провел Александр Кутин, расстреляв кипера соперника с убойной дистанции. Игроки Енисея, уверовав в легкую победу, за это быстро поплатились, ведь спорт не терпит расслабленности. В течение шести минут Томмичи 3-0 превратили в 3-2 и были очень близки, чтобы сравнять счет, но здесь фантастическое спасение выдал наш Филиппов. В итоге Енисею одерживает победу, которую в спорте традиционно называют валидольной за переживание и волнение, особенно в конце игры. Мое мнение, что все-таки при счете 3-0 нужно было, если так можно сказать, добивать соперника, может сбить был и четвертый мяч, и пятый. К сожалению, мы не успокоились, и это стоило двум пропущенным голам. Теперь в первенстве ФНЛ Енисею осталось провести всего четыре матча. Два на выезде против Химок и Шинника, и столько же на своем поле против Волгаря и Питерского Динамо. И по-прежнему Енисею оступаться нельзя, ведь и преследователи красноярской команды в последнее время осечек не делают. В Красноярск приехали лучшие роллеры страны. Футболистки Енисея провели первый матч в рамках чемпионата России, а баскетболисты Енисея дали бой одному из лидеров – Единой Лиги ВТБ. Подробности в спортивном обзоре. Баскетбольный Енисей после долгих скитаний по гостевым площадкам вернулся на свой паркет в арену «Север». В рамках Единой Лиги ВТБ красноярцы дали настоящий бой второй команде чемпионата «Униксу». Казанцы быстро повели оторвавшись от Енисея на 10 очков, однако дальние попадания Забиана Даудела, Стулеймана Браймо и Василия Заваруева позволили хозяевам к большому перерыву сохранить интригу в матче. Трехочковые шли у наших и в начале второй половины игры. И все же сибирикам немного не хватило удачи и времени. Да и более высокий класс баскетболистов «Уникса», конечно, сказался. В концовке встречи немного не хватило точности «Дауделу», который выдал свой самый результативный матч в карьере. Всего на счету американцев 27 очков, но «Уникс» берет вверх в 93-89. Несмотря на это поражение, Енисей все еще сохраняет теоретические шансы на попадание в плей-офф. В центре экстремальных видов спорта на острове отдыха прошел всероссийский финал турнира по агрессивным роликам «Ред Джем-2018». К нам приехали практически все сильнейшие райдеры России. Ну и учитывая, что соревнования открыты и попробуют свои силы, в Красноярске решили роллеры из Португалии, Испании и даже далекой Бразилии. Турнир начался с конкурса на лучший трюк, и здесь самое зрелищное. Исполнение выдал Кирилл Кочетков из Тюмени. В состязаниях на лучший стиль не было равных красноярцу Дмитрию Соколову. Но победителем турнира стал также местный спортсмен. Титул чемпиона завоевал Иван Чанчиков, который в серьезной борьбе смог опередить бразильца. Женская футбольная команда «Енисея» начала свой второй сезон в высшем дивизионе чемпионата страны выездным матчем с московским локомотивом. В первом тайме команды счет так и не открыли, а вот во втором нападающий «Енисея» Марина Федорова блестяще выполнила штрафной. Хозяева смогли выровнять положение благодаря точному удару Кожникова из пенальти. В итоге боевая ничья 1-1. 28 апреля красноярская команда на своем поле в Манеже встретится с чемпионками России пермской звездой 2005. Это все, о чем мы хотели рассказать в этом выпуске программы «Наш спорт». Меня зовут Сергей Кузовков. Увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok